Итак, продолжим. Наша краска подсохла. Сейчас будем наносить лак. Проверяем факел. Сегодня нас устраивает и начинаем обязательно с глаз. Глаза должны обязательно блестеть. Самое основное, на что обращают внимание, это глаза и нос. Нос у собаки вживую должен быть мокрый, соответственно, блестит и глаза. Покрывать лаком всю остальную поверхность модели, это уже на ваше осмотрение, то есть отливки. Хотите, покрывайте, не хотите, не покрывайте. Некоторые говорят, что мне больше нравится более матовый цвет, он более естественный. Мое мнение, я его покрывал. Почему? Потому что моделька текстурная и рельефная, и при эксплуатации все равно садится дома даже пыль. И убирать с поверхности такой текстурной модели пыль гораздо проще, когда она будет под лаком. И так начнем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, коготки блестят, нос блестит, глаза блестят, но сейчас... ...чуть лак подсохнет, и я наношу на глаза и на нос второй слой. Разом большой объем сразу тоже, так же как с краской не наношу, потому что будет подтеки. А сейчас только лак подсохнет маленько, я второй раз добавлю, и тогда глаза приобретут дополнительный блеск и выразительность. Ну, уже, я думаю, неплохо смотрится, правда ведь? Видно все там? Я думаю, видно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, вот так. Вот я в видео не показываю, что я использую средство индивидуальной защиты для органов дыхания, а надо. Лак, по сравнению даже с краской, имеет опыл более интенсивный, более большой. Поэтому он взвесит, а который летает в воздухе после лака, ее гораздо больше, чем после краски. Используйте, обязательно защищайте свой орган дыхания. Вот такой у нас получился результат. Тяжело это было? Нет, я бы не сказал. Сможете вы это повторить? Да, сможете, при некоторых условиях. Немного практики и правильный инструмент. Хорошие материалы. Если кто-то пытается где-то что-то сэкономить, нарушить технологию, каким-то образом ее обойти, ребята, вы поймите, что в этом случае вы экономите только сами на себе. Чтобы получить хороший результат, надо вложить. Не бывает хороших вещей задешево. Ну, в смысле, чтобы получить хороший результат, надо променять хорошие краски, хороший инструмент, хороший материал. Немного времени. Ну, вот такой результат. Видно? Под этим видео, как я уже, наверное, говорил ранее, оставлю ссылки на краскопульты и аэрографы. На краску ссылки не могу оставить, сколько я покупаю в своем собственном регионе. На что еще могу ставить ссылочку. От вас интересен обратный отзыв, то есть, насколько информация для вас была полезна, красти ли вы так же, или, возможно, красить и лучше. Будут вопросы, обязательно напишите мне их. Поскольку, интересно, смог ли я в полном объеме раскрыть тему покраски, или нет. Что-то еще такой момент, как я уже говорил ранее, наверное, к этому видео по покраске добавлю еще как раз все-таки вот медведей. Сколько здесь технология будет маленько другая. И, наверное, еще расскажу про мультяшек. Сколько мультяшки, у них больше объем работы надо будет делать кистью. Красить их. Здесь очень четкие границы, если в нашем случае наша моделька более похожа на натуральную, и здесь переходы более в градиент, то есть, от одного цвета плавно переходы в другой цвет, то здесь граница четкая. Закончился желтый, начался серый. По этому поводу тоже надо будет снять видео, и также добавлю в этот плейлист, но чуть позже. Сколько здесь больший объем работы приходится делать вручную, именно красить кисточкой. Какую кисть использовать? Как держать руку? Потому что как не залезть на другую границу? С чего начать? Здесь будет покраска, комбинированная аэрографом и кистью. Также краскопульт будет наноситься лак. Напишите обратный отзыв, насколько это видео было для вас полезным. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!